Они любят свою работу, заботятся о детях и могут в этом мастерстве даже посоревноваться. Первый этап конкурса – визитка. Участницам необходимо рассказать о себе, затем дефиле, чтобы продемонстрировать свою форму. Младший воспитатель Ирина Шевцова призналась, что над ее образом работал весь коллектив. Решили выступить в стиле российского триколора, чтобы воспитывать малышей в духе патриотизма. Конечно, хотелось бы победить, но я понимаю, что тут много достойных участниц, которым я желаю только удачи. Но так или иначе, если я не выиграю, я все равно останусь лучше для своих деток. Рабочий график младшего воспитателя любого детского учреждения очень плотный. С 8 утра необходимо накрыть на стол, накормить деток, а потом все убрать. В течение дня именно няня ухаживает за ребятишками, следит за их внешним видом и состоянием здоровья. Не секрет, что их любя называют бойцы невидимого фронта. Труд их очень-очень важен, потому что именно они закладывают основы ухода за собой у детей. И, конечно же, они убирают за детьми такой незаметный труд, но эти люди, они должны быть очень добрыми, очень умными, очень мудрыми и помогать, конечно же, детям. Жюри конкурса оценивало участниц по нескольким критериям. Правильное оформление стола, знание санитарных норм и личное отношение к работе. Но, пожалуй, самые главные судьи в этой профессии – это малыши. Мария Константинова, Антон Бархатов, Дмитрий Новопашин. Местное время.